Привет, меня зовут Артём Бедухов, это фокус на автозаклайв, и сегодня у нас в гостях Леонид Яковлевич Гозман. Леонид Яковлевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Прежде чем мы приступим к нашей беседе, я призываю всех, кто нас сейчас смотрит и слушает, несмотря на заморозку и возможные блокировки Ютуба в России, и поставить лайк этому видео, написать комментарий, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, многие смотрят нас без подписки, и, конечно же, поддерживайте нас финансово, потому что автозаклайв – это правозащитный проект, который помогает людям, политическим заключенным, которые находятся в России сейчас, и без вашей поддержки мы этого сделать не сможем. Ну, а о политзаключенных как раз я и хочу поговорить с Леонидом Яковлевичем. Совершенно внезапный для многих, для меня, например, может быть и для вас, обмен масштабный большой политических заключенных на преступников путинских. Что это было, почему это произошло сейчас, удивлены ли вы? Ну, конечно, удивлен, потому что я, честно говоря, думал, что все это безнадежно. То есть я думал, что, может, они обменяют Гершковича, Пола Уилла на Алсу, и, ну, поскольку это американские граждане, вот, или, там, поменяют этого парня, которого Лукашенко приговорил к смертной казни, но то, что они будут менять наших, я, честно говоря, я хотел надеяться, но не надеялся. Вот так. Вот. Для меня полное удивление, что они отпустили Володю Куромурзю. Ну, конечно, двойное гражданство, это, как бы, работает в плюс, но человек, который ненавидит лично, который очень много сделал, и они его ненавидят, то есть за что. Вот. Ну, вот, тем не менее, это случилось, но, слава богу, это хорошо. Хорошо, что случилось. Как мы можем к этому сейчас относиться? Это какой-то первый за долгое время, может быть, рациональный шаг режима навстречу, ну, каким-то, может быть, опять же, рациональным переменам, навстречу, может быть, мирным переговорам, или, может быть, это демонстрация милосердия царя, то есть очередная демонстрация силы. Как, по-вашему, что это? Ну, знаете, мне кажется, что, во-первых, не надо, как бы, сильно обольщаться, вот, просто потом не сильно разочаровываться, вот, в общем, ничего особо от них хорошего я не жду. Мне кажется, что сложилась ситуация игры с ненулевой суммой. Для Путина и для Байдена, прежде всего, для двух этих игроков. Ну, потому что Байдену, ну, и демократам, нужны какие-то достижения, которые они кладут перед избирателем. И в этом смысле избиратели могут вспомнить с 5 ноября, что это демократы, освободили наших-то, ребята, да? Вот, и это хорошо. Для Путина здесь тоже вот что. Понимаете, вот Путин часто говорит, мы своих не бросаем, да? И вы, знаете, будете смеяться, он говорит чистую правду. Только, в любом деле, кто для него свои? Там всякие там мобилизованные, которые там помирают и заживо гниют и так далее, это ему, конечно, глупо наплевать. А вот киллеры из спецслужб, вот это действительно свои, понимаете? Вот своих надо не бросать. Потому что, вот как он бился за Красикова? Красикова он бился, потому что, если он Красикова не освободил, то следующий Красиков не пойдет выполнять его приказ. Понимаете? Вот не пойдет, а все. Где ты найдешь исполнителя? Не так вообще просто сейчас, да? Поэтому вот это ему было очень важно. И в этом смысле Байден выиграл, потому что он лучше выглядит, ну и демократ, потому что он лучше выглядит у газовских избирателей. Ну и Путин выиграл, потому что он выглядит лучше в глазах спецслужб. Понимаете? Что на избирательном начателе нет избирателей, а вот спецслужбы, это важно, на самом деле. Поэтому выиграли оба. Может быть, конечно, может быть. Это как-то связано с теми переговорами, на которых так постоянно настаивает Владимир Владимирович. То есть, может быть, он показывает, что он не совсем вурдалак, не стопроцентно вурдалак и так далее. Может быть. Хотя, мне кажется, это менее важная штука. Я счастлив совершенно, что люди вышли на свободу. Уже было совершенно понятно, что Володя Крамуза умрет. Совершенно очевидно. Я говорю, что сейчас ему довольно долго лечиться надо будет. Дай ему Бог силы и здоровья. В общем, я очень рад, что люди освободились. Знаете, в Талмуде, я человек неверующий, но тем не менее, священная книга. В Талмуде сказано, что тот, кто спас одного человека, спас все человечество. Те, кто это делал, спасли человечество. И я бесконечно благодарен тем, кто это делал. У нас, в Америке, в Турции, в Германии, даже фейсбэчникам, которые этим занимались, понимаете, вне зависти от их мотивов. Потому что они это сделали. Люди спасены. Люди спасены. Ну, есть еще человек, так сказать, совсем не из фейсбэя, наоборот, который очень активно, насколько я знаю, который вообще был мотором всего этого дела. Я совершенно не уверен, что я хочу, чтобы его имя называлось. Поэтому я имя не называю, но хочу сказать, что это великий человек. Так и, дай бог, ему сил. И, в общем, спасибо ему, конечно, за это. Вот. А кроме того, у меня тревога. У меня очень большая тревога от всего этого. Потому что полторы тысячи человек остаются в их лапах. Почему? Что это за люди? Это самоотверженные, смелые, лучшие люди России. Потому что они пошли за други своя. Они пошли добровольно на долгов. Они ведь знали, чем все это закончится. Они добровольно принесли себя в жертву ради свободы жизни других людей. И они в полной власти, плачаясь сегодня, с ним могут сделать все, что угодно. Вот все, что угодно, в любую ситуацию. И смелецально больные люди еще остались. Там Алексей Горинов и Юрий Дмитриев. Еще много очень больных людей, которые просто умрут без медицинской помощи. Которые, естественно, отказывают. Ну и так далее. И мы не имеем права забывать о них. Ни на секунду. Как мы помнили о тех, кого освободили сегодня. Но я боюсь, что дальше будет тяжелее. По двум причинам. Во-первых, сегодня освободили... Ну, в пакет вошли самые знаменитые люди. Самые знаменитые. Яшин, Кармуса, Лиля Чанышева. Это очень знаменитые люди. Про них все время говорили. Про них постоянно говорили. Про большинство из всех, кто остались в тюрьмах. Постоянно не говорят их имен, не знают. Ну, просто объективно не знают их имен, не помнят. Но это были еще полбеды. Потому что мы-то помним. А хуже вот что. Что меня очень беспокоит. У меня в общем-то дела. На Западе не осталось. Или почти не осталось. Людей, которые нужны Путину. Знаете, вот Красиков ему был нужен позарез. Вот отдай. Отдай. Очень нужно. А больше таких людей, по-моему, не осталось. Или их очень мало. Соответственно, на кого менять? На кого менять? Вот это меня очень сильно беспокоит. Я думаю, что для того, чтобы составить дальнейшие обмены, нужно включение в процесс тех субъектов коллективных и индивидуальных, которые пока не включены. И включение которых, кажется, даже невозможно. Я не хотел бы останавливаться дальше на этой теме и конкретизироваться. Но должны были дойти очень сильные изменения в самой конфигурации этих переговоров. Должны появиться новые участники. Ну, конечно, конечно, слава Богу. Тем не менее, можем ли мы теперь полагать, что люди, которые получают огромные сроки в путинской России, это люди, которые пойдут на обмен. И не то, чтобы спокойнее к этому относиться, но, очевидно, если бы мы сразу знали, что люди, которых приговорили к 20-летним срокам, все это было сделано ради того, чтобы они дальше пошли на обмен, ну, как-то иначе бы это все ощущалось. Или же это не так? И если это не так, то что принципиально изменилось с того момента, когда режим этих людей сажал? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Знаете, не надо переоценивать консолидированность этого режима. Разные органы работают по-разному. Одни органы сажают. Другие, которые отвечают за что-то другое, они, значит, чешут затылки и говорят президенту Владимиру Владимировичу, а давайте мы его поменяем. А тот говорит, да вот это вот, гада, да никогда. Пусть сдохнет, сгниет здесь. Они ему говорят, ну, все, поняли, поняли. Никогда. А давайте я этого поменяю. Она говорит, а нафига? Они говорят, а вот за этим. Одновременно те, кто сажают, продолжают сажать. Знаете, я не думал, что это был такой план. И план мог быть, знаете, в чем? План мог быть в посадке Гершковича. Вот Эвана Гершковича могли взять специально для того, чтобы потом меняться. Эннадо, гражданин Соединенных Штатов, Wall Street Journal, лестница, газета, ра-та-та. Давай, значит, его возьмем, дальше будем обменивать. Смертный приговор парня в Беларуси тоже, конечно, был сделан для того, чтобы его меняться. Но когда они сажали Карамурзу, Яшина, Чанышева, Паворспа и многих других, они просто сажали его. Они сажали. Это не такая умная система, знаете. Не переоценивайте их. Не дооценивать не надо, но переоценивать не надо. Тем не менее, ситуация беспрецедентная, потому что меняют реальных шпионов граждан России на граждан России. И выглядит довольно странно. Вы, как человек, который сталкивались с российской пропагандистской машиной, ходили на эфиры, дебатировали с пропагандистами. Как вы думаете, как эти люди будут объяснять своим зрителям, россиянам, что произошло? Почему каких-то граждан России отдали в обмен на каких-то граждан России в других странах? Ну, во-первых, Артем, вот одну вещь надо сказать, понимаете. Это, конечно, здорово, что это произошло, это удивительно. Ну, с одной стороны, удивительно. А с другой стороны, позиция Байдена, Шольца, еще кого-то, кто принимал решения с той стороны, она меня, честно говоря, очень радует. Потому что это не просто гуманизм. Это не просто гуманизм. Это понимание того, что то, что происходит сегодня в России, это тоже часть той войны, которую Путин развязал против цивилизации. Понимаете? Это тоже часть той войны. Это фронт той же самой войны. И что Путин взял в плен бойцов, которые за цивилизацию и против варварства, которое он представляет. Понимаете? Это понимание того, что эта война едина. А значит, мы с ними едина. Это очень-очень важный момент, на самом деле. Теперь как будут объясняться? Они уже объясняют. Они говорят, что приоритет, товарищ Медведев, Дмитрий Анатольевич, уже сказал, что, конечно, хорошо, чтобы они все в тюрьме сгнили. Но лучше вернуть наших, которые работали на страну. А эти пускай теперь ходят под программой защиты свидетелей. Причем здесь, почему программа защиты свидетелей? Где имение, где наводнение? Ну ладно, закусывать надо, Дмитрий Анатольевич. Но это не имеет значения, на самом деле, что он там говорит. А они будут говорить лучше. Они будут говорить две вещи, мне кажется. Во-первых, для нас приоритет наши люди. Наши люди. Наши люди. И за них мы готовы отдавать и шпионов, и всякую шпану, которая только воздух портит. И так далее. Вторая версия, которая может быть, обменяем шпионов на шпионов. То есть, наших разведчиков на их шпионов. Яшин, кто шпион? Понятное дело, шпионы, все они шпионы. Все они работают на ЦРУ, МОСАД, я не знаю, кого еще. Ой, слушайте, у них не заржавеет. А тем более, теперь им никто не противостоит в эфире, понимаете? Они могут очистить, что будут. Да, ну вот видел пост жена Гиркина, Стрелкова. Уже пожаловаюсь, что отпускают не патриотов, а предателей Родины. Но я бы посмотрел, конечно, как меняют Гиркина, Стрелкова и отправляют в Европу, где на него выписан ордер. Прямо в ГАГу, прямым рейсом. Да, да, да. Так что, конечно, пожелание у жены Стрелкова и Гиркина необычное, скажем прямо. Да, странная девушка. Ну, а мне интересно, как вы считаете, вот действительно реакция официальных лиц западных стран, ну, это что-то невероятное. Олаф Шольц, канцлер Германии, который лично поехал встречать российских политзаключенных. Это знак чего? О чем это говорит? Ну, вот это знак понимания, о чем мы уже говорили. Это знак понимания единства этой войны. Понимаете? Вот есть фронт украинский. Россия воюет с Украиной. Есть фронт кибервойны, который Россия ведет против Соединенных Штатов, Германии. Там еще кого-то, когда она поддерживает фашистов разнообразных. Там вот, там, альтернативы для Германии, Марин Ле Пен, еще кого-то, да. Есть фронт в Штатах, когда они пытаются вмешаться в выборы, да. Есть фронт внутри России, когда они пытаются подавить все живое, когда они берут в плен лучших людей наших, да. Это все, вот, ну, как вот, была там война с Гитлером, когда была, да, то были разные фронты. Был Восточный фронт, был на территории Советского Союза, был фронт в Италии, в Греции, в Африке, бои там и так далее. Но это была одна война. И все, кто воевали с Гитлером, были союзниками. Все были союзниками. И не только, не только потому, что это было закреплено в договорах, они объективно были союзниками. Понимаете, там, не знаю, американский солдат, который там уничтожал гитлеровцев, он тем самым облегчал ситуацию в Советском Союзе. Потому что это гитлеровец не придет в Советский Союз воевать в Советском Союзе, убивать у нас. Ну и так далее. Ну это одна война. И вот сейчас Шольт демонстрирует, что это одна война. Цивилизация против воровства. Это очень правильно. Совершенно правильная позиция. Да. Хочу спросить, на самом деле у вас такой вопрос личного, может быть, немножко характера. Может быть, вы можете себе представить, что сейчас чувствуют освобожденные политзаключенные. Потому что я напомню нашим зрителям, не так давно, полтора года, по-моему, назад, или, может быть, уже два, Леонид Яковлевич... Не то же самое, конечно, вы пережили, к счастью. Но пришлось вам оказаться в застенках и потом благополучно оттуда выбраться, назовем это так. Понимаете вы, что сейчас проживают люди, которые летели на самолете из Анкары? Сначала из России в Анкару, потом из Анкары в Кёльн. Ну, слушайте, не залезя же в голову, разные люди, я думаю, что они испытывают разное. Ну, я думаю, что у них пока еще какое-то такое очень сильное возбуждение. Ну, потому что ситуация, допустим, со мной, она была другая, потому что они мне дали несколько часов. Ну, было понятно, что утромаристы тут снова, уже не выпустят. Они мне дали несколько часов, я ночью и улетел. Вот. И то там, рыс откладывали. Они как-то могли жить, выпускать меня. Вот. Но у этих ребят, я думаю, еще пока такая, знаете, аффектация должна быть пока... Ой, думаю, если как-то экстраполировать то, что я чувствовал, наступает некоторое опустошение. Потому что это там в жизни закончено. Этап, на который каждый из них отдал очень много. Держаться и посылать своих палачей там и так далее. Это, в общем, очень дорогого стоит, поверьте. Вот. Им надо всем, ну, конечно, они будут умом все понимать, что они спасены, но и всем надо будет приспосабливаться к новой жизни. Это тяжелый процесс. Это тяжелый процесс. Я думаю, что... Ну, в общем, это тоже вызов. Это вызов проще, чем вызов тюрьмы, потому что он не связан с физическими страданиями, с угрозой смерти. Вот. Ну, это серьезный вызов. Я, ну, они все люди очень сильные, очень достойные. Я надеюсь, что они справятся и с этим тоже. Это надо понимать, что это тяжелая вещь. Здесь, с вашего позволения, мы прервемся буквально на такую небольшую паузу. Это не совсем рекламная пауза. Я хочу попросить наших зрителей поддержать не столько даже Автозак Лайф, сколько подзащитных проектов. Автозак Лайф, я напомню, что Автозак Лайф – это не просто очередной канал на YouTube. Это еще и правозащитный проект, который помогает людям, пострадавшим по антивоенным статьям и многим другим. И, например, Автозак помогает Ивану Хребко. Он увлекается философией и вел активную жизнь до того, как столкнулся с российским государством. Ивана обвиняют по статье «Теракт» и следователи утверждают, что Иван заложил взрывное устройство под трансформаторную будку на железнодорожных путях, ведущих в воинскую часть. И Иван с этим обвинением не согласен. Вот ему, например, помогает Автозак Лайф. И если вы готовы помочь людям, которых преследует российское государство, пожалуйста, обратите внимание на реквизиты в описании этого ролика и в первом закрепленном комментарии. Любое пожертвование поможет нам продолжать работу. Но лучше, конечно же, если вы подпишетесь на регулярные пожертвования. Даже небольшой суммы хватит для того, чтобы поучаствовать в этом хорошем, непростом деле. Ну, а я возвращаюсь к нашей беседе. И хочу спросить вас, Леонид Яковлевич, усилилось ли антивоенное движение, на ваш взгляд, или в контексте того, что в России блокируют сейчас YouTube, на котором мы с вами сейчас выходим, это все не так важно. Потому что все спикеры антивоенные, они вот, в общем-то, в интернете, интернета, наверное, уже в обожженном будущем свободного в России не будет. Потому что, если будет, то логика российских властей не прослеживается. Поменять несколько непубличных фигур на очень крупных, очень заметных критиков режима. Ну, во-первых, пока вы делали эту, которая не рекламная пауза, а совсем другое, я посмотрел. Значит, Путин приехал во Внуково встречать своих. Вот, а Шольц начал выступление в аэропорту Кёльна, хотя самолет, видимо, то ли еще не сел, то ли садится, но почему-то он начал выступление до того, как увидел непосредственно людей. Иначе, со слов, мы освободили 15 политических впечатлений. Вот, значит, на ответе Путин тоже старается, старается, как бы, себя представить в выгодном свете. Слава Богу, пусть представляет. Лишь бы людей это доволен. Лишь бы людей это доволен, понимаете. Я, кстати, знаю, что в Германии некоторые люди недовольны, говорят, как Красикова отдали, он же убийца. На территории Германии убил человека. Он получил высшую первое наказание по жизненный срок. Как можно его отдавать? Вы знаете, я... От меня бы зависело, я бы отдал. Я бы любого негодяя отдал ради того, чтобы спасти одного из наших. Вот. Значит, на счет усиления неусиления антивоенного движения. Значит, видите ли... Ютуб, конечно, они, конечно, глушат. Но вот когда-то, во времена моей молодости, было такое двустишье. Есть обычный на Руси ночью слушать Би-Би-Си. Вот. Значит, и хотя были глушилки и все такое. А мы все равно слушали. Мы все равно как-то прорывали сейчас. Знаете, что тут народ не делал? Ночью выезжали на машине за город, подальше от глушилки, чтобы услышать вот эту самую Би-Би-Си или Свободу, или Голос Америки. Понимаете? Вот. То есть, ну да, они сейчас, конечно, задушат Ютуб, скорее всего. Но это соревнования брони и снаряда. Понимаете? Вот. Они поставят броню против Ютуба. Отлично. Будет сделан другой снаряд. Понимаете? Против которого они тоже будут делать броню. Но пока они сделают броню, будет новый снаряд. Ну, вот так вот оно и будет соревноваться. Но снаряд всегда выигрывает. Вот. В истории войн, так сказать, да? Снаряд всегда выигрывает. В соревнованиях брони и снарядов всегда выигрывает снаряд. Поэтому здесь тоже, конечно, будет выигрывать. Обязательно. То есть, с точки зрения информирования и прочего, будет выигрывать. Но. Я вам хочу лучше сказать. Такую, в общем, вещь, за которую меня будут кидаться помидорами, на самом деле. Я уверен. Ваши слушатели, наши слушатели. Тем не менее, я... Как это? На том стою и не могу иначе. Надо понимать, друзья, надо понимать трагичность той ситуации, в которой мы находимся. А ее трагичность состоит не только в гибели людей каждый день и так далее. А в том, что мы очень мало... У нас очень мало возможностей это изменить. Надежда на то, что вот сейчас мы проведем очередную какую-нибудь акцию, даже такую блестящую, как «Полдень против Путина». Спасибо Максиму Резину, который ее придумал. Спасибо всем, кто ее реализовывал. Она блестящая совершенно, да? Но вот какой бы блестящую акцию мы ни провели, режим не рухнет от этого. Нет? Не рухнет. И, понимаете, больше ста лет назад белая эмиграция. Какие люди были? Какие люди, да? Они что-нибудь сделали для краха большевизма? Нет. Нет. И большевизм рухнул через три поколения. А наши соотечественники – блестящие, смелые, честные, благородные люди. Они все на ценжение Боу-де-Боуа на других русских кладбищах. Они думали, что они вернутся быстро. Вы знаете, что в Белграде, который был одним из, некоторое время, одним из центров русской эмиграции, они поставили православную церковь свою. Ну, многие из них были выцарковленными людьми, и как-то им без церкви было тяжело. Они поставили церковь. Но денег у них было мало. Они поставили церковь без фундамента. Без фундамента. Сэкономили на этом. И сказали, а зачем? Это же ненадолго. Это же ненадолго. Чего деньги-то тратить? Церковь, как ни странно, до сих пор стоит. Но они не вернулись. Вернулись. Вот Советский Союз, большевики, будь не проклято, рухнули не под ударами своей оппозиции. Они рухнули под грузом собственной тупости, собственных преступлений, собственного маразма. Вот так рухнул Советский Союз. Поэтому все, что мы делаем, антивоенное движение и так далее, это надо делать. Это императив, это нравственный императив, конечно. Но надо понимать, что мы работаем скорее на будущее. Не на крах системы, а на то, что будет после краха системы. Мы все должны продолжать делать. Мы должны это делать, это наш дух. Но не надо особенно обольщаться. Не надо впадать в панику от того, что они Ютуб закрывают. Ничего. Умные люди придумывают что-нибудь другое. Вот, господи. Несколько лет назад не было никакого ни зума, ничего. А сейчас есть. Нормально. Да, вот мы с вами разговариваем. Так что умные люди придумывают что-нибудь. Всегда обойдут это дело. Но просто надо понимать, что ситуация трагическая. И не надо обольщаться. Потому что обольщение, понимаете, необоснованная надежда. Они приводят только к депрессии. К депрессии. Потому что опять не рухнуло. Опять не рухнуло. Ах, хрен. Сейчас опьюсь нафиг. Все. Да. Да. Все так. И вот эта мысль, сравнение с предыдущими волнами эмиграции 20 века периодически мне приходит в голову на каких-то ассоциациях с тем, что я вижу. Еще больше. Да. Очень много, конечно, параллелей. Очень много сейчас видно вот этих вот каких-то склок, обвинений в работе на режим. И кажется, глядя на это, что вот так оно все и схлопнется на самом деле. Надеюсь, нет. Надеюсь, нет. Тем не менее. Последнее, наверное, о чем сегодня хочется поговорить, это новые репрессивные меры. И, конечно, уже привычная тема, но под новым соусом. Абсолютно. Например, знали ли вы, Леонид Яковлевич, что оказывается, мы с вами ведем сейчас трэш-стрим. А вот по новому... Я только не выяснил, что это значит. А вот никто не выяснит. Трэш-стрим по новому закону – это вообще что угодно. Это буквально что угодно, потому что в финальном варианте законопроекта упоминается, что это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных и распространяемой из хулиганских, корыстных и иных признанных побуждений. Это точно про нас. Это точно про нас. Буквально, как будто посмотрели просто это видео и описали. Да. Но это не единственный новый закон. Теперь, да, теперь абсолютно все, что существует в виде контента – это трэш-стрим. Но власти также обязали блогеров, у которых больше 10 тысяч подписчиков, собственно, некий камин-аут совершить и рассказать, кто они и есть такие на самом деле. Ну и самое интересное – это, конечно же, закон, позволяющий Путину ограничивать доступ к любой информации в целях защиты основ конституционного строя. И все это на одной неделе и с этим вот обменом, и с замедлением Ютуба. И есть ощущение, что какая-то новая веха грядет, какая-то эпоха новая, новый виток какого-то ужаса ждет нашу страну, наверное, этой осенью. Может быть, мобилизация, может быть, новый какой-то более суровый виток войны, когда власти совсем не будет хотеться, чтобы кто-то мог что-то публично говорить. Нет ли у вас ощущения, что вот к чему-то такому все идет, судя по этим законам? Ну, вы знаете, у меня ощущение, что идет к такому не потому, что эти законы, а потому что уже давно к этому идет, понимаете? Вот это как... Это давно случилось, на самом деле. И пока Владимир Владимирович Путин власти, будет вот ровно так. И будет только хуже. Никаких вообще других вариантов не существует. Но я думаю, что вот эти законы, они отражают такие, знаете, легалистские традиции советской и постсоветской диктатуры, когда они пытаются как-то все это сделать вид, что это вообще еще и по закону. Они даже пристали его, следили за этим как-то. На самом деле, они принимают законы, по которым они вольны сажать кого угодно, запрещать что угодно и так далее. Но это с иноагентов пошло. Понимаете, кто такой иноагент? Пойди пойми. В конце концов они уточнили, что иноагент – это тот человек, который находится под влиянием иностранцев. Я помню, я тогда написал сразу, я в косповинной, что я нахожусь под влиянием англичанина Шекспира, еврея Христа, грека, гомера, ну и так далее. Ну, естественно. Даже, кстати, немца Маркса. Или еврея, еврея, я не знаю, как правильно называть. Вот, значит, они делают вот такое. Мы можем делать все. Они идут по пути своих предшественников, большевиков. В 1924 году, кстати, 100 лет назад, ровно 100 лет назад, фантастика. Пока не помню, в какой день, но в 1924 году был принят уголовный кодекс РСФСР. И в этом уголовном кодексе была статья, где было сказано. Действия и высказывания, объективно способствующие достижению целей реакционной мировой буржуазии, караются с тюремным заключением от трех лет и выше, вплоть до высшей мер наказания. То есть, вдумайтесь в формировку. Действия и высказывания объективно способствующие. То есть, вас берут, привозят в НКВД, следователь вам говорит, ты объективно способствовал, сукин сын, достижению целей реакционной мировой буржуазии. Расстрел. Понимаете? То есть, вот тогда комментаторы писали, что отныне власть получила право убивать кого угодно. Просто кого угодно. То же самое восстанавливает Владимир Владимирович сейчас. И вот Рома то же самое здесь. Все, он идет прямо нога в ногу по стопам великих предшественников Ленина и Старат. Вы упомянули совпадение вот этого вот столетия. И действительно, многие вещи, которые происходят, они отдают очень странным символизмом. По-моему, война началась большая в день создания НСДАП. А вот штабы Навального были признаны экстремистской организацией в день рождения Навального. И постоянно вот какие-то такие игры с числами осознанно это или все это совпадение? Как вы думаете? Ну, я думаю, что с нацистской партией это, конечно, совпадение случайно. Я уверен. С штабами Навального вполне может быть, что они такой подарки между собой. Это вполне может быть. Тут я, такое чувство юмора у них специфическое, у чекистов. И они вполне могли так пошутиться. Ну что ж, на вот этой вот ноте про юмор грустный, к сожалению, я предлагаю нашу сегодняшнюю беседу завершить. Еще раз большое спасибо, Леонид Яковлевич, что подключились. Вам спасибо. Ну и еще раз, слушайте, поздравления тем, кто освободился, их семьям. Ну и в общем всем нам. Да, это действительно событие, в общем-то, для всех нас большое. И еще какое-то время, наверное, мы будем его осмыслять. Ну а я наших зрителей призываю, помимо того, чтобы осмыслить это событие, еще и написать в комментариях результаты этого осмысления. И поставить лайки нашему сегодняшнему видео, и подписаться на канал, и, конечно, не забывать, что Автозаклайв, правозащитный и медиапроект, отмечает свое пятилетие в этом году. И нас можно не просто поддержать, нас можно поздравить прямо донатом по ссылке в описании или в первом закрепленном комментарии. Спасибо, что были с нами, я с вами прощаюсь, и с Леонидом Яковлевичем прощаюсь тоже. Спасибо. Счастливо всем.